Книги с иллюстрациями Книги с иллюстрациями Добавляют работать оба полушария Одновременно И для человека, который не вырос на этом Процесс неприятный До... Вот он чувствует дискомфорт Не понимает почему А потому что ему надо одновременно Картинку воспринимать и текст На данный момент в мире выросло Уже не одно поколение людей Воспитанных на культуре комикса Неудивительно, что в разных странах Этот вид искусства приобрел уникальные черты Совершенно не похожие друг на друга Вообще, слово «комикс» используется только в англо-американском регионе и в России. Во всех остальных странах профессионалы называют этот жанр по-своему. Комикс, когда говорят в Европе, в Америке, в Японии, где угодно, имеется в виду именно американская манера рисования. Так же, как мы говорим про Японию, когда мы говорим, что они рисуют мангу, что Франция рисует банды Сене, а Россия рисует рисованные истории. На роль отца современного европейского комикса претендуют несколько великих имен художников. Гюстав Даре был первым, кто впервые так подробно проиллюстрировал каждую главу Библии в своих гравюрах. Самый же популярный предшественник современного комикса, немецкий поэт и график Вильгельм Буш, сопровождал свои иронические сюжеты серии рисунков. Его истории о приключениях Макса и Морица до сих пор пользуются заслуженным успехом. Один из наиболее характерных элементов комикса «Баббл» – «Облако с текстом» – тоже возник не сразу. Например, французские рисунки 40-х годов 17 века просто подписывались снизу, как реплики в старом немом кино. По Франции культура «Бан де Сене», то есть листов с картинками, переведена в ранг искусства. Комиксы здесь издаются не дешевыми журналами, как в США или Японии, а в виде дорогих альбомов для коллекционирования. Размер индустрии «Бан де Сене» во Франции таков, что рисованных историй издается больше, чем обычных книг. И это при том, что производство каждого альбома занимает в среднем год. Широкой публике известна серия комиксов про народных героев Астерикса и Абеликса, а также Пифа и Тантан. В России трудно представить себе, какое огромное место в молодежной культуре занимает комиксы, скажем, во Франции, где в молодежных магазинах НАК тысячи, тысячи и тысячи комиксов от пола до потолка занимают пространство, и из комиксов вышли звезды, знаменитые международные звезды, такие как Мюрбиус, который в Америке стал богатейшим человеком, в книге издается по всему миру, и его дизайн был основой, скажем, такого фильма, как «Бегущий по резвию» или «Энки Белайл». Он стал режиссером и снял несколько фильмов успешных. Или Хуго Пратт, который сделал огромную серию популярного комикса «Корта Мальтеза». Да это вообще, это мир, настоящий мир. Визуальная культура для французов всегда значила очень много. Но кто бы мог подумать, что именно бурная российская история станет одним из самых популярных сюжетов для французских комиксов. Художник Эрик Арну никогда не жил в России, что не мешает ему делать популярнейший во Франции комикс про новых русских царей. Его Россия – это страна, где летают боевые вертолеты, а русские бандиты ездят на битых в Волгу. Русские цари и бандиты – излюбленные персонажи огромного количества банд СНП про Россию. Тяжелую послевоенную историю специально рисует иммигрант из сибирской деревни Николай Маслов. Это непривычный для комикса подача, только во Франции раскупается тиражом в десятки тысяч. В 70-е годы во Франции был издан комикс про Октябрину, разошедшийся тиражом более миллиона экземпляров. Долгое время считал, что он был создан русскими диссидентами, но КГБ разоблачило заговор. Оказалось, что девушку в Париже рисовал иммигрант из Чехии. Все страшно смеялись, кроме ЦК КПСС, которая после этого случая выпустила специальное постановление о вреде комиксов, чем на долгие годы поставила клеймо на этот жанр в Советском Союзе. Старые японские гравюры под названием «Укиё» и повествовательные листы с рисунками XII века представляли в себя свитки, разматывая один край, который, сматывая противоположный, вы наблюдали развитие истории. Манго в переводе с японского «странные веселые картинки», «гротеск». Этот термин вел великий японский художник Хацусико Хакусай. В Японии, я там поработал два года, там комиксы совсем другое место занимают. Они в руках у каждого человека, вот каждый из десятков миллионов, которые едут час до работы, из Пригера, обязательно читают. Но читает он не Лева Толстого, они читают комиксы все. Это рассматривают, кто их выбрасывает. Там комиксы заполнены ли все. На каждом перекрестке больше, чем горячих пирожков. Комиксов для всех, так сказать, абсолютно категорий зрителей. Для маленьких девочек, для девочек побольше, еще побольше. Для маленьких мальчиков, для взрослых или для подростков. Для молодых людей эротические комиксы, порнографические, философские. Ну, все, что угодно просто, все выражено в визуальной культуре. И поэтому, естественно, что японцы породили из этой вот манги, из комиксов, у них выросло аниме, знаменитое японское аниме, которое сейчас завладело всем миром. За одну секунду ты сегодня, как нормальный развитый человек, сегодня хочет получить гораздо больше, чем он хотел, допустим, в 80-е, 70-е годы. Комиксы очень учат, мне кажется, людей, именно быстро и компактно доносить свой духовный информативный месседж. В Америке комиксы снизу поднялись наверх. Из ничтожества, из последних страниц газет, из самого презираемого искусства, оно вдруг стало едва ли не самым уважаемым, но одним из самых уважаемых комиксов, которые за копейки рисовали какие-то миссии художники, сегодня приносят их наследникам десятки миллионов. И по этим комиксам снимаются суперфильмы. Батман, Человек-паук. За 50 лет своего существования Батман претерпел несколько эпох развития комикса. Золотую эру 50-х, серебряную 60-х и бронзовую 70-х. Вдохнуть новую жизнь в этот персонаж в начале 90-х удалось сценаристу и художнику Фрэнку Миллеру. Фрэнк Миллер – автор одних из самых интересных серий комиксов в мире «Ронин», «Хардбоилд», «Дэрдевил» и «Электро». В уникальном фильме «Город греха» Фрэнк Миллер уже в качестве режиссера впервые воссоздал на кинопленке всю стилистику своего оригинального комикса. Ты заплатишь за все, что совершил. Комикс Фрэнка Миллера «300», фильм, по которому и выходит сейчас на киноэкраны, также является полностью ожившим комиксом. Рисование таких историй – это возможность побыть человеку самому и режиссером, и оператором. То есть мы считаем, что мы снимаем кино на бумаге.